Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, Александр Петров. И добрый вечер из вот этого уютного моего собственного домика. Я много делаю видео со своего двора, потому что, наверное, это и самое главное, что я заработал и получил в этой стране, в этой жизни. И то, что, к сожалению, сейчас для многих становится почти что и невыполнимой, неисполнимой мечтой. Ну вот для того вы и смотрите этот канал и это видео, потому что вы верите. Вас, кстати, немного, гораздо больше людей, которые верят бравурным, каким-то очень сладким, очень позитивным, очень таким розовым до безобразия. На видео, где говорят, что все хорошо, все прекрасно, но надо быть все-таки объективными. И это за моей спиной. И есть доказательства моей состоятельности, моей объективности. И я думаю, что вы тоже захотите оказаться в этом положении, в котором нахожусь. И я, и, соответственно, вы постараетесь извлечь пользу из тех видео, которые вы смотрите. А остальные, пускай смотрят оптимистов, я посмотрю, как они смогут сделать свою Австралию. Я хотел бы сказать, что люди слишком требовательны, слишком требовательны ко всем, кроме самих себя. И вот это, на мой взгляд, очень большой недостаток. Это подрывает у людей не то, чтобы веру. Они изначально настроены на то, что все кругом жулики, хотя, может быть, они имеют для этого основания. Они не верят в то, что они не хотят верить. И верят в то, что они хотят верить. Те люди, которые хотят заработать на вас деньги, те люди, которые хотят заработать, может быть, количество подписчиков, авторитет. Я знаю, что очень многие, в том числе мои друзья, жаловались на то, что, ну что, если не ставить ролики об эмиграции, то кто же этот канал вообще будет смотреть? Можно увеличить количество подписчиков, авторитет, даже зарабатывать на канале, если делать канал очень красочно и говорить о розовости эмиграции. Ну, посмотрите цифры, они что, розовые? Наверное, грешу этим и я. Все-таки надо людям давать отдушину, нельзя их пригибать какой-то чернухой, каким-то негативом или даже рассказывать им реальные вещи, но с таким неводушевляющим, неподъемным настроением. То есть, типа, уныние, типа, все плохо. Все, в общем-то, не очень хорошо с Австралией. Я думаю, даже самые оптимисты этого отрицать не будут. Поэтому в действительности и я вынужден делать больше роликов об эмиграции. Я думаю, что мы сейчас подключим Алексея Чихунова, мы будем делать совместные ролики, вы будете, я буду задавать ему вопросы. И это создаст ту когорту людей, которая когда-то у меня была. Когда был форум Australian Hand Hunters, которого сейчас нету и больше никогда не будет, тогда люди по своему, не то чтобы интеллекту, по запасу знаний, по осведомленности, по крайней мере по их коллективному интеллекту, они превосходили большинство миграционных агентов. И у них не грех было бы и поучиться на тот момент. На данный момент департамент эмиграции очень сильно усложнил ситуацию. Соответственно, достаточно сложнее получать знания, которые меняются как в калейдоскопе, то есть скорость изменений очень большая. Это делается специально. Но дело в том, что анализируя ситуацию, вот наше отличие, и мое отличие, и отличие Алексея Чихунова, анализируя ситуацию, мы не будем использовать принцип блесны для вас. Блесна это как, вот знаете, забрасывают пустышку, быстро ее ведут, она вибрирует, сверкают, щука и лёкунь, или другая рыба хватает, и ну и все. На этом жизнь рыбки окончилась, и с нее сделают уху. Ну или еще что-нибудь другое. Это рыбка, дорогие друзья, вы. Наша задача освещать вот эти вот события, может больше говорить об эмиграции, чем о путях ее реальной реализации. Здесь нет греха на мне, потому что в данной ситуации я образовательный агент. Собственно говоря, вопросы с образованием я трешил. У нас образование самое лучшее, самое легкое, самое недорогое, ведущее в конечном результате к цели. Ну, к конечной цели, извиняюсь за тавтологию. Вот, но, безусловно, поддержка студента идет, и ребята знают, что на это тратится основная масса времени, поэтому я не знаю, как бы я вел себя, если бы у меня основная масса была людей в другом городе, или если бы я шастал по всяким другим городам и весям, тем более странам, или занимался всякой ерундой, которая к делу и к помощи людям не относится. С этим грешат очень многие мои конкуренты, которые вдруг возомнили себя чем-то большим, чем они есть. Но я думаю, что все вопросы, связанные с логистикой, связанные вообще с поддержкой студенчества, с поддержкой всего того, что касается обучения в Австралии, это все решено. Об этом, собственно говоря, особенно и говорить нечего. Иногда, когда новые изменения в иммиграционной политике сильно касаются этого, например, как, допустим, допуск поваров 485 визе в нашем штате, как, может быть, расширение региональной иммиграции, то есть много регионов получат статус регионов, то есть Перд, Голд Кост, Нью-Касл, короче говоря, все остальные. Когда это касается образования, мы об этом говорим с точки зрения образования. В остальном, конечно, мы будем говорить об иммиграции, мы будем говорить о посредовании, мы будем говорить о трендах, то есть направлениях развития, мы будем что-либо предполагать, потому что мы должны быть думающие, мы должны быть коллективно думающие, дорогие мои друзья, потому что ошибка в этом случае будет стоить дорого. Я не скажу, что фатально, все можно переиграть, но какая цена будет от этого переигрыша, это уже вопрос. Поэтому я думаю, что у меня тоже будет сдвиг, и, наверное, есть сдвиг в сторону иммиграции в Австралию, больше об этом говорить, не давая каких-то иммиграционных советов, но приоткрывая перед вами все завесы. И это просьба моих ребят, потому что все предыдущие ролики делались напрямую по информации, полученной от Александра Романова, Олега Остапенко, Юры Дякова и еще нескольких ребят. И это очень важно. Если их это волнует, значит и меня это волнует, значит это должно интересовать и волновать вас. Поэтому если их интересуют вопросы иммиграции в первую очередь, а вопросы образования как прикладные, соответственно, и я должен так поступать. Но я должен давать объективную оценку. И здесь у меня есть преимущество перед теми людьми или, может быть, ограничение перед теми людьми, которые пускают слишком много розового цвета в свою оценку ситуации. Я говорю с людьми, которые в том числе уже находятся здесь. Эти люди не простят мне лжи. И если она будет повторяться, соответственно, они от меня отвернутся. И я не могу этого допустить. Это главное, что у меня есть. Это мои студенты, мои друзья. И, в общем-то, главный источник поступления новых студентов. Ложь для меня или приукрашивание – это вещь неприемлемая. Поэтому, дорогие друзья, кстати, дорогие друзья, этот термин я не почерпнул у Вадима Герасимова, как мне пытались кто-то сказать. Дорогие друзья, я применял до того, как Вадим вообще стал блогером. Я ведь дольше всех на этом рынке. Я один из последних магикан, которые начинали это неумело, с какими-то там первыми видеокамерами. Еще бог его знает, когда. Еще до того, кстати, как вообще я вышел на YouTube из-за моих бизнесов, которые я делал. Можете вспомнить, чем я занимался. До этого их даже некоторые позлословить. Но я уважительно отношусь к людям, я считаю, и своих студентов, и своих знакомых многих, своими друзьями, ну, в той или иной степени, или в русском понимании, или в австралийском понимании, но друзьями. Иногда я считаю людей врагами. Почему? Да, у меня поляризация, я вот такой, у меня либо черная, либо белая, либо, ну, как бы, немножко серовато, или немножко, ну, только немножко. Полутонов у меня крайне редко случается. Ну, это мой характер. Я думаю, что, я думаю, что вы, дорогие друзья, простите меня за этот уход в большую миграционную сферу. Я обещаю, что только часть роликов, это утренние, по седневскому времени, ролики будут посвящены вот этому анализу миграционной ситуации. Я думаю, что количество видео со временем уменьшится. Вот. Но вопросы миграции сейчас превалируют. И особенно, это вопросы региональной миграции. Очень много чего вы не увидите. И причина очень простая, потому что надо делать, а потом говорить. Это раз. И вторая причина, просто потому что надо делать, ну, и особо не говорить. Почему? Потому что стоит только что-либо открыть и начать это делать путем. Правильно. тут же набежит толпа людей, которые все это испоганят, изомнут, изгадят, уйдут, еще тебя же во всем обвинят. Поэтому я и те люди, которые будут здесь оставаться, Алексей Чихунов, вот это наше дело. Это не для видео. и то, как мы это делаем, тоже останется до кадров. Но главное для вас это результат. Результат это ваше оставание в этой, поверьте мне, прекрасной стране. Ну, так давайте об этом будем говорить, давайте этому будем радоваться, но умеренно. Давайте все-таки быть объективными. Спасибо. Спасибо.